Друзья, всем здравствуйте! С вами школа вязания и шитья Лорейн Болхард. Я очень люблю в шитье вот такие карманы с листочкой. Чему я это люблю? Ну, наверное, те из вас, кто не теряли различные предметы из карманов, меня не совсем поймут. Когда я показываю своим подругам вот эти карманы, они думают, что это очень-очень-очень сложно. Я знаю, что классический способ, он достаточно трудоемкий. На трудоемкость у меня времени нет обычно никогда, поэтому я вам покажу наиболее простой. Для начала мне нужно определиться, какая ширина самой листочки у меня будет. Листочка – это та самая защита, защита молнии, которая вот у меня будет. Здесь буду использовать молния Арта. Это прибалтийские молнии, они довольно неплохие, производят их Бриго Латвия. Ширина рамки молнии никак не будет, 3 сантиметра, какой мне нужен будет ширина листочки. Когда мы с вами используем карман, при раскрое кармана я закладываю к нижней мешканине плюс 4 сантиметра непосредственно на листочку. 1 сантиметр идет шов и еще 3 сантиметра самой непосредственно листочки. Какие-то разницы между и плюс не зимой от строчки. Вот я заготовила свою будущую листочку. Рубашка на подкладе – это будет такой вот вариант зимней рубашки. Вот таким образом она будет закрываться. Когда мы работаем с клеткой, очень важно совместить нам с вами рисунок. Поэтому выкладываем, как это будет в конечном итоге. Итак, я выкладываю листочку в зеркальном отображении. Я расчертила рамку. Я беру, всегда откладываю от нижнего основания молнии 2 мм и от верхней части молнии также 2 мм. Рамку у рамки всегда продолжаю линии. Для того, чтобы я могла потом, впоследствии, выровнять свою листочку четко в эту рамку. Так как мне всегда нужно все очень быстро и на сметывание времени у меня нет, поэтому я использую строительный скотч. Строительный бумажный скотч быстро и надежно. У меня стопроцентная шерсть, и это очень плотная стопроцентная шерсть. Если бы она не была настолько плотной, то я бы вместо втачивания и листочки, и молнии продублировала бы обязательно флезелином. Но так как у меня ткань плотная, ничего дублировать, никаким флезелином я не собираюсь. Молнию будем пришивать вот таким образом, то есть молния сама будет лежать вот так. И, соответственно, притачивать молнию мы будем к детали вот таким образом. Я для карманов всегда использую ткань, ту, из которой сшито изделие. И никогда не использую никаких карманок. Карманками называют ткань, которую часто используют для карманок. Я люблю карманы из той же самой ткани. Верхняя мешковина. Вот таким образом мы ее с вами пришьем. Я тоже не собираюсь наметывать, переметывать, поэтому ее тоже просто закреплю скотчем. Теперь берем это все и идем к швейной машине. Друзья, швейная машина может быть вообще абсолютно любая. Ну, в данном случае это промышленная машина Jack. Для, я называю это внутренних работ, я буду использовать мелкую строчку. Для этой ткани в 3 мм строчка будет более чем достаточно мелкая. И я подвожу под лапку на перекрещивание иглу. И мы проходим и выполняем еще одну закрепку. Я уберу здесь бегунок молнии. Перетачиваю молнию к верхней мешковине кармана. Молнию отвожу для того, чтобы не было никаких искривлений. Здесь в конце уже можно убрать мой скотч. Он уже свою работу выполнил. Обратите внимание, что по скотчу я не шью. Я знаю, что многие предлагают шить непосредственно по скотчу. И потом говорят, что, дескать, удалить остатки скотча очень легко. Ну, знаете, честно говоря, я бы так не рискнула сказать, потому что так могут говорить те или кто не убирал скотч. Но, конечно, все зависит от того, что люди считают легко. Теперь я отвожу в сторону, разворачиваю молнию. И ленту молнии прошью в край. Вы сейчас увидите, это, скажем так, несколько не по технологии, но зато насколько это облегчит нам вот эта манипуляция, насколько она потом нам облегчит с вами жизнь. Для того, чтобы вы не запутались. Листочка потом развернется в зеркальном отображении. Молния будет лежать вот таким образом. Вместо того, чтобы кроить подзор, который перекроет разницу с листочкой, я использовала сразу пришитую мешковину кармана. Притачивать молнию я буду вот таким образом. Мне будет мешать бегунок молнии. Здесь я могу поступить следующим образом. Накладываю в саму молнию, выравниваю с этой линии, фиксирую. Все, вы можете быть уверены в том, что молния никуда не денется. Обратите внимание, так как вещь у меня толстая, я не меняла лапку. Вот моя линия притачивания, видите, и мне ширины лапки вполне хватает. Теперь закроем молнию. И закончим работу. Собираем скотч. Деталь для листочки, которую я кроила шириной 8 см. На ней выполнила отстрочку в 0,1 см. Я ничего дальше не рисую. Видите, у меня есть нарисованная рамка. Я складываю просто шов к шву. Вы это почувствуете пальчиками. Делаем надрез по центру. И смело режем. Не дорезаю я в зависимости от ширины листочки. Так, чтобы у меня получился угол 45. И здесь моя строчка. И я режу близко к строчке, подходя максимально близко к последнему стежку. Но очень важно этот последний стежок не надрезать. Опять же, где-то говорят 0,1. Часто в книгах, в учебниках пишут 0,1. Поверьте, 0,1 в таких моментах очень сильно заметно. 0,1 это много. Вот для четкой рамки, которая должна быть строго под углом 90 в данном случае, 0,1 это слишком много. Разворачиваем. Снова выполняем надрез. Я практически упираюсь в последний стежок. Смотрите, вот эта вот лишняя часть, в принципе, тоже не нужна. Ее можно обрезать сразу, можно это сделать потом. Вот те из вас, кто учились по учебникам, по каналу YouTube, дальше начинают часто показывать очень сложные манипуляции. Я полагаю, что мне удастся показать вам все намного проще. Итак, первое дело, мы берем мешковину кармана и закладываем ее вот таким образом вовнутрь. Немножко опускаем бегунок молнии. Кончики молнии заправляем вовнутрь. Также заправляем вовнутрь вот эти самые уголки. Мы уже имеем угол 90. Хотя вы могли заметить, что я ничего абсолютно не отутюживала, не отпаривала, но мы имеем даже и в не отпаренном виде строгий угол будет 90. Теперь я возьму нашу листочку. Видите, я ее просто заворачиваю вовнутрь. Раз и два. Аккуратно расправляем. Листочку накладываем так, как она должна быть. Очень важно, чтобы из-под листочки у нас не торчало молния. Я снова воспользуюсь тем же кусочком скотча, который я только что сняла. И зафиксирую щель между листочкой и основной деталью. Загибаем. Выравниваем. Взворачиваем. Если вы делаете это первый раз, вы можете взять линейку. Обидится в том, что вот эта ширина точно 3 сантиметра. Возьмите за край листочки и подвиньте ее на себя. Смотрите, строчку нужно проложить. Это тоже момент, на котором часто портят. То есть вот таким образом нужно проложить строчку. Вот так. Я думаю, что теперь вы поняли, почему я отодвигала бегунок молнии. Потому что если бы лапка наткнулась на бегунок молнии, то строчку бы повело. А нам это не нужно. Теперь то же самое проделаем с противоположной стороной. Отбрасываем основную деталь. Выравниваем все. Подводим. Закрепка. Вы помните о том, что здесь у нас все еще дырка. Здесь тоже не нужно ничего изобретать, никаких велосипедов. До тех пор, пока у меня надежно бумажным скотчем закреплена листочка с основной деталью, я могу, друзья мои, отбросить основную деталь, оставив только лишь мешковину кармана. Это та строчка, которой листочка притачивалась к основной детали. Мы прямо по ней прокладываем строчку, фиксируя карман. И закрепка. Молодцы! Сейчас я все еще не убираю ничего. Я беру мешковину. Следующую. Выравниваю ее. Наложив на предыдущую, но не забывай о том. Пусть вас не пугает. Видите, есть сейчас еще расстояние, но оно уйдет, потому что здесь пока еще нет отстрочки. Итак, поворачиваем. Мне снова нужна та самая строчка, по которой я уже шила. И я еще раз пройдусь по этой строчке. Могу здесь убрать излишки ткани. Излишки ткани я убираю на 0,7, так как когда у меня будет отстрочка, эта отстрочка полностью скроет все некрасивости. На этом этапе вы можете выполнить отпаривание. Отпаривание можно выполнить при помощи паровой станции, при помощи пресса. Я использовала мел-панда, который, видите, очень легко исчезает и вытолок. Вуаля, мы имеем красивую четкую листочку. Далее необходимо используя абсолютно любую торновскую колодку, подсушить и стабилизировать то, что мы с вами делаем, и идем выполнять строчку и заканчивать карман. Этап первый. Я начинаю на сантиметр выше линии листочки и прокладываю строчку. При этом обратите внимание, обе мешковины кармана разведены в стороны. То же самое с противоположной стороны листочки. Если вам сложно, вы можете себе очертить линию. Давайте выполним непосредственно карманы. Загибаем. Карман выкладываем. И здесь хочу обратить ваше внимание вот на что. Так как здесь у нас много неровных частей, здесь можно прихватить булавками левоприщепками. Булавками прихватывайте таким образом, чтобы не листовать их по мере шитья. Ну, по крайней мере, я так люблю, мне так быстрее. И выполняем отстрочку. Закрываем карман. Как я уже сказала, если бы мой карман был открыт, я бы делала ему люксовую обработку. Но мой карман будет закрыт. И закрыт он будет подкладом. Поэтому мы просто выполним оверлочную строчку, прежде чем закончить последний этап с отсрочкой кармана. Давайте выполним. Говорила, что можно срезать сразу лишнюю часть листочки, а можно и потом. Вот мы потом это не срезали. Итак, друзья мои, вот завершен наш карман. Нам осталось закончить листочку, оформление ее, оформление рамки. Пойдемте закончим. И на этом все. Начиная от строчки, где мы начинали, в финале и внизу. Важно, при повороте, во-первых, не зашивайте карман. И вы видите, что я прошла с немного уголком, мы получили второй роскошный карман. Вот так он выглядит. Красиво. Внутри. Прекрасно снаружи. Бегунок молнии надежно спрятан.